Всем Альпак, с вами Алипак, и сегодня я снимаю свой, наверное, нет, не последний, это мой, как называется, не последний, а... Крайний. Сегодня я снимаю свой крайний влог в Канаде, потому что я сюда еще обязательно вернусь. Сейчас мы сидим с Машей в WhatsApp, в видеозвонке, общаемся, потому что у меня такси через 20 минут. Я не плачу. Я не плачу, я вообще не плачу. Все, я уже не переживаю, уже пережила всю ночь, я всю ночь уже обрыдалась. Я, короче, не спала всю ночь, я очень сильно рыдала, потому что произошло что-то очень плохое, из-за чего девочки очень сильно расстраиваются. Но, как бы, все, я успокоилась, все хорошо, меня поддерживают друзья, за что им огромное спасибо, Маша. Сердечко для тебя. Мы сделали сердечко, мы сделали сердечко, посмотри, сделай еще, мы сделали сердечко, вы это видите. Вот эта розочка остается здесь, огромное спасибо мужчине, который мне ее подарил. Мужчине. Мне мужчина дарит цветы в Канаде, который даже не знает. Знаешь, уже началась такая стадия пофигизма. Еще у моих хамстей нет весов, были какие-то, я на них поставила свой чемодан, он весит 40 килограмм. Вот это не может весить 40 килограмм. Вы просто понимаете, я когда сюда ехала, было 13 килограмм, сейчас 40 не может быть. У меня уже собраны вещи, такси через 20 минут. В общем-то, прямо вот перед такси закрою свой чемодан, сяду на дорожку и поеду. Боже, мы так будем по вам скучать. Ну, с Машей мы еще договорились, что в понедельник в Москве обязательно встретимся. Вот как ни крути, я вот прям сорвусь и встречусь. Я прям приеду к ней в аэропорт, в ее отель и мы с ней встретимся. Боже, не могу. Такие классные ребята. Я вчера сидела 20 минут, просто говорила на камеру, как я обожаю этих людей, как я вас обожаю просто. Даже если были плохие моменты, все равно до этого были хорошие. В Москву сейчас приеду, все мои будут. Сейчас как на английском заговорю со всеми. Hi, my name is Darlina, I'm from Canada. I have... Ой, все, все показывают твои олики. Вообще, едем домой. Так, я не плачу. Я не плачу, я не плачу, я не плачу. Bye. Bye. Come and visit us when you come back next year, okay? Yes, okay, okay. Have fun and please come back. Okay, thank you, bye. Я попрощалась, я думаю, в такси. Thank you. Thank you. Офигеть, мне просто дверь закрыли, круто. В общем, все, едем в аэропорт. В общем, сейчас мы заехали за каким-то еще ребенком, который тоже живет на Финч. И поедем мы с этим ребенком вместе до аэропорта. А там дальше не знаю, что будет. Такси вообще офигенно, там сзади все огромное, а тут все просто большое. Вот там он что-то куда-то звонит. А я пока что опишу сценарий для нового видео, когда приеду в Москву. Хочу подытожить свою поездку, рассказать от а до я, но вложить это в 20 минут. Надеюсь, что у меня это получится. Все, нас довезли. Ну что ж, я получила свои билетики, познакомилась с девушкой. What's your name? Anais. Anais. Where are you from? Belgium. Belgium. I don't know where we are going to, so... Oh, me too. Oh. Maybe we... You want to... Yes, I want, I want. Окей. Мы с ней летим вместе до Брюсселя, нас познакомили в такси. Oh, yeah, Basha. There. Yeah. В общем, все очень круто. Я сейчас немножко счастлива. Может быть, потом буду немножко грустить. Ребята, вы не поверите, кого я встретила. Ооо, боже мой. Мы, может быть, как-нибудь встретимся в Москве, правда, я не иду на вид-фест. У меня по плане, это простите, вы не спонсируете меня. Блин. В общем, мы проводили мальчика, с которым я только что познакомилась, и мы уже договорились о встрече в Москве. Круто. Круто, да? Ну, что вам сказать? Ничего не сказать. У меня очень ужасное настроение, погода очень плохая. Мне очень грустно. Не хочу отсюда уезжать. Я хочу еще бы недельку. Да, 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 да. Вот еще бы не хватает. Немножко не хватило времени. Я бы ку**ла. В общем-то, ждем наших самолетов, мать. Ооо, спасибо большое за эти дни. Пока. Все, ребята, я уезжаю из Канады. Я сейчас буду рюметь бесполезно. Блин. Я просто рыдаю. Так, я обещала себе держаться, и сегодня не плакать, потому что я вчера очень много слез пролела. Спасибо. Они обсуждают мою камеру, прикольно. Где мы сидим? Здесь? Потому что я сижу в самой середине, и не получится ничего поснимать. Нет. Здесь И. И. Это Ф. О, окей. Окошко очень далеко, поэтому не получится снимать через окошко. Продолжение следует. Продолжение следует. В общем, нам принесли покушать, и причем очень так клевенько все. Открыли салатик, маслица, маленький тортик, сыр даже положили. Кажется, это бельгийский сыр. Видите, экономия привилегий. Я взяла себе пасту. Вау, это разве паста? Да блины. Ну, все, попробуем, посмотрим. Ребята, я чувствую себя какой-то тикой. Я никогда в жизни так не летала. Вы посмотрите, как у меня приборы запакованы. Это тяжелые. Просто посмотрите, какой стол офигенный. Просто как я люблю. Начинается моя диета просто. Нас опять балуют какими-то штучками. Good morning, time to wake up. Нас стали пексик. Orange juice. Это жуток. Блин, круто. Офигенски. Сидела я, знаешь, такая, монтировала видосик. И тут включается резко свет, и нам приносят вот те, кто сидят в этом крутом месте, куда посадили у меня, хотя я ничего не доплачила. Мне кажется, мне просто апгрейдили билет. Приносят вот это все. Боже мой. На меня смотрят как на дикую, потому что я смотрю все. Ну серьезно, мне никогда такого не делают. Я обожаю бразецкие объявления. Сейчас посмотрим, что это такое. Моя соседка сказала, что это очень вкусно. Я не знаю, чем я заслужила такое уважение ко мне. Это очень круто. Огромное спасибо. Ребята, объясните, что с моей головой? Почему у меня очень прямые волосы? У меня такого никогда не было. У меня всю Канаду, волосы просто пушились и были какими-то ужасными. А сейчас они прямые. Я офигеваю. Я даже, я сегодня помыл, я даже их не расчесала, я забыла. Они прямые. И они очень светлые, они выгорели очень сильно. Вот мой самолетик. Какой самолетик? Сейчас будет новый самолетик. Вот смотрите, сейчас вам все расскажу, как есть. Вот это мой самолет. Я только что вышла из него, поднялась наверх, и у меня написано gate B34. B34. Все? Это не может быть все. Это не может быть настолько просто. В чем подвох? Вот помогите мне найти этот подвох. Кстати, я попрощалась со своей подружкой, которая теперь у меня есть подругой в Брюсселе. Так что, если что, могу сюда прилететь, к ней, она сказала, типа, прилетай ко мне. Я такая, нормально, мы с тобой знакомы, всего там 5 часов полета, и прилетай ко мне. Отлично, я считаю. Еще какие-то... Спасибо. В общем-то, я в Брюсселе, что очень круто. Я не знаю, почему они все говорят. Знаете, как мне тошнит от их разговоров. Да стали уже говорить. Боже мой, ребят, сейчас 47. У меня регистрация заканчивается в 8.45, и посадка на самолет в 9.45. Ну и что все это время делать, если как бы я уже все? Если я вот там вот, мой выход, то есть мне даже регистрация не нужна. Я не знаю, что происходит. Есть не хочу, меня просто кормили, знаете, мне каждые 5 минут принесли какие-то сладости. Какое-то еду, я прям такая, боже мой, где я сижу? Я почувствовала себя как какой-то бизнес-леди просто. Это был не бизнес-класс, но я просто почувствовала себя бизнес-леди. Опять они глаголят, достали меня, глаголь. Короче, пойду к себе посижу, полагаю вай-фай. Только идиоты могут стоять в очередях. Короли всегда ждут своих мест последними, потому что им лень стоять в очередях. А еще из-за этого ужасного воздуха у меня какие-то волосы стали странные. И мое лицо, оно просто в таком кишмаре. У меня только маски спасают. Заходим в самолет, и я очень голодная. Хотя меня весь полет кормили, но что-то прям ощущалось. Хочу, не могу. Блин, это совершенно другой самолет, и здесь не будет так поздно кормить, как в прошлом. Это как-то отсюда выйти. Прямо как отсюда выйти. Прослее, сейчас ложим. Ммм, ммм, ммм. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Бужево- моя рука трясется. А-а-а-а-а-а-а-а. Я не хочу сказать? Что хочешь? На, убирай все. На. Да. Продолжение следует...